Всем огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас будет долгожданное видео, долгожданное, потому что я давно с вами не была, и был такой у меня небольшой перерыв, но о том, почему меня не было на канале, я сниму отдельное видео, точнее я буду снимать свой проект, и там расскажу, почему я не снимала, то есть была такая задумка, плюс устроить себе небольшой отдых, собраться с мыслями, но не суть важна, сегодня будет видео немного о другом, сегодня видео будет о моих покупках в интернет-магазине ShampooMoney, это известный интернет-магазин, там продается очень много интересных брендов, профессиональных брендов для волос, по уходу за волосами, также там уже появляются бренды помимо ухода за волосами, то есть такие профессиональные бренды ухода за телом, как Гуам, допустим, у них есть, также у них есть всякие аксессуары, ну, все, что интересно, полезно, вот, поэтому я думаю, что кто интересуется уходом за волосами, тем интересен будет мой обзор продуктов Матрикс, который я заказала в этом интернет-магазине, который, кстати, там дешевле, чем в Ревгоше, также я заказала себе расческу Tangle Teaser, самую известную расческу на YouTube, и расскажу вам свое уже сформировавшееся за два месяца мнение, и будем разглагольствовать долго, начинаем смотреть, и желаю всем приятного просмотра. Начну я, наверное, с Tangle Teaser, это все-таки такая уже нашумевшая вещь, и кто-то говорит, что это самая крутая расческа, которую он видел, кто-то говорит, что фигня вообще, зачем он ее купил. У меня Tangle Teaser, это не оригинальный, это, по-моему, салон Элит-версия, у меня в черном оттенке, я не знаю почему, я взяла черный, но как-то у меня летом, кстати говоря, да, летом и весной меня стало тянуть на черный. Сначала я планировала взять цвет лавандовый, там есть такой лавандовый, но его не было, и я как бы не сильно расстроилась, взяла черный. Ну ладно, цвет не самый важный в этой расческе. Что мне нравится? Во-первых, мне нравится то, что вот эти вот зубчики, они не очень короткие, не очень длинные. Здесь есть несколько видов зубчиков, они мягкие достаточно, такие вот я провожу, и они спокойно гнутся под моей рукой. При любом раскладе эти зубчики не будут царапать кожу головы. То есть как бы я вот не хотела бы вбить ее просто себе там в скальпель, они не будут царапаться. При этом они не настолько мягкие, чтобы не продирать волосы, скажем так. Потому что если вы расчесываетесь правильно, аккуратно, по пряткам, то, в общем-то, вы будете спокойно проводить расческу, и она будет нормально проходить. Я не знаю, там некоторые девчонки говорят, что она не расчесывает, она просто гладит волосы, у меня на все нормально расчесывает. Может быть у меня волос не столько, сколько у вас? Ну, как бы извините, возможно. Мне сразу сказали, что компакт как бы не бери, он маленький и неудобный. Классическая версия, она чуть хуже лежит, чем салон элит. Я сразу как бы нацелилась на салон элит, потому что я человек криворукий, и, честно говоря, мне тяжело каким-то вещам приноравливаться. Я могу тушью год красить и только потом понять, как этой щеточкой пользоваться. Ну, не повезло мне. Так что, тенкл тизер у меня, он в руке лежит идеально. То есть, она вот такая вот, как какая-то такая косая капелька. И у меня, в принципе, вот так вот спокойно ложится рука, и она очень хорошо лежит у меня в руке. И когда я расчесываю, ну, наверное, первые дни она раз в пять упала у меня. Благо, она пластиковая, не стеклянная, ничего с ней не случилось. Но сейчас уже, когда я пользуюсь два месяца, мне удобно, я прекрасно расчесываю волосы аккуратно. Что мне нравится? Почему мне нравится эта расческа? Во-первых, потому что волосы у меня не электролизуются от нее. Это беда натуральных расчесок, всяких деревянных расчесок, со щетиной вообще. Со щетиной волосы, мне кажется, у всех электролизуются, кроме моей мамы. Она единственный человек, по-моему, у которого не электролизуются волосы. Мне нравится, что волосы мои именно расчесываются. То есть она расчешет любые какие-то запутанности. Причем она их расчешет, она их не отдерет, не оторвет волосы, не попортится. Она их спокойно реально распутывает. Не знаю, как она это делает, но реально волосы распутаны. Следующий аспект. То есть девчонки говорят, я слышала такое мнение, что волосы с ней выпадают меньше. Это не чудо-средство от выпадения волос. И все волосы, которые у вас, ну, то есть которые здесь плохо держатся, она не спасет вас от выпадения реального, которое есть на самом деле. То есть если у вас какие-то гормональные проблемы, какие-то еще проблемы, у вас выпадают волосы, то есть у меня они выпадали на нервной почве. Она никак с этим не справится, эта расческа, давайте будем все-таки реалистами. Но она спасает от такого выпадения, скажем так, именно от оборванных волос, каких-то там запутанных волос, которые невозможно продрать, которые в итоге вместе со всеми запутанностями отдираются просто расческой. Вот от этого она реально спасает. Изюмей, мне понравилась расческа, я очень довольна, я пользуюсь сейчас только ей. Я думаю сейчас брать либо вторую себе компакт тенглтизер для зала, либо попробовать бренд Десата. Это как бы копия вот этих вот тенглтизер, только от другого бренда. Я так понимаю, они решили составить конкуренцию на этом рынке. Но, что касается этой расчески, в принципе, я спокойно сейчас ее и в зал иногда таскаю, ничего с ней не случается. Но, единственный минус, который я нашла в этой расческе реально, это ее стоимость. Если бы она стоила рублей 500-600, то да, цены бы ей не было, и я бы не, как бы ничего не сказала. 500-600 рублей, ну, девочки, это один коктейль в ресторане, ну, можно себе позволить за эти деньги нормальную расческу. Но тысячу, ну, как-то все-таки моя личная жаба говорит, ну, тысячу. Ну, ладно, ладно, купили уже, уже никуда мы ее не денем, ладно. Не будем переживать по этому поводу. Но все равно, как бы, я считаю, что немного завышена цена на эти расчеты. Я заказала в этом интернет-магазине два продукта из серии Matrix, Biolash, Exquisite Oil. Это серия на маслах, экстра-восстанавливающая серия. Я взяла масло. Это классическое масло, Maringa Blend. Это масло для всех типов волос, здесь 92 мл. Сама серия, кстати говоря, да, она называется Biolash Exquisite Oil или Oil Therapy. Производитель нам рекомендует использовать, как только не использовать это масло. Использовать и как масло защитное, термозащитное, кстати говоря, они заявляют, что действительно это термозащита. Также можно использовать как маски перед мытьем волос. Также можно добавлять вот в эту маску, как такой вот добавочный элемент. Если вам не хватает постановления с этой маской, также можно... Что тут делать еще? В качестве стайлинга для придания блеска волоса. В качестве кондиционера после использования шамбуня для включения и расчесывания волос. Я использую, как все нормальные люди, такие масла. Я использую после мытья волос на кончики волос. Вот перед укладкой я наношу на кончики волос, вот где-то... Ну, на половину волос, на кончики, вот так вот. Мне хватает одного нажатия вот этого дозатора, и то не полного. Там получается такая небольшая горошина. Я спокойно распределяю по волосам. Они у меня после этого прекрасно расчесываются. В плане, как действует это масло, как именно вот в таком классическом варианте, вообще нареканий нет никаких. Потрясающее масло, волосы прекрасно расчесываются. Оно не утяжеляет волосы никаким образом. Даже если я нанесу чуть-чуть побольше, если мне вдруг покажется, что мои волосы дико какие-то убитые, страшные после мытья. Такое с некоторыми шампунями бывает. Все равно все прекрасно. Я нанесу чуть побольше волосы мои, не утяжелятся. Они будут очень красивые, такие как шелковые, потрясающе мягкие. Красивыми у меня будут кончики. Что касается использования в качестве маски, не маски, я не знаю, как это назвать. Когда вечером я намазывала на тоже так вот длину, ну чуть поближе к корням уже, разносила побольше этого масла, завязывала там хвостик и так спать ложилась. На утро я смывала это все и тоже потрясающий эффект. На самом деле вот такого именно какого-то... Ну не сказать, что восстановления, а вот такого мнимого восстановления, когда волосы безумно мягкие, безумно красивые, безумно блестящие, при этом они еще и легкие достаточно, то есть они не прилизаны к голове. И мне очень понравился также эффект вот такого вот ночного восстановления волос. Потрясающие волосы были, очень красивые, очень красиво смотрелись. И после этого, после того, как я вот сделала такое, как ночное восстановление, мне не надо было мыть через день волосы. То есть я спокойно проходила два дня с прической. Волосы не стали быстрее пачкаться, ничего с ними не случилось. Я не добавляла в маску вот Матрикс это масло, потому что, ну, как бы она без силиконов. Это главный ее плюс, я считаю. Здесь, естественно, содержится силикон, это масло для кончиков волос. И слава тебе, Господи, что они там содержатся, потому что оно работает благодаря им в том числе. Поэтому так я не использовала. Я только вот как-то наносила на волосы отдельно, еще как-то. Что сказать, как для блеска. У меня, в принципе, сами волосы по себе, они не блеклые, никакие не безжизненные, не сухие. Но кончики, да, они начинали прям вот, когда у меня были более длинные волосы. Естественно, когда полгода не стрижешь волосы, любые волосы приходят в не очень хорошее состояние на концах. Вот оно реально сглаживало вот то, что я уже полгода не стриглась и хожу, как бог знает кто. Оно реально помогало в этом плане. Как термозащита, но волосы мои, я считаю, что очень хорошо защищены. После сушки, укладки феном у меня волосы такие же живые, прекрасные, очень красивые, мне все нравится. Так что этому продукту я ставлю твердую печь. Потрясающее масло. И главный еще аспект, оно очень экономичное. То есть за два месяца у меня израсходовалось, ну сколько тут, где-то может быть одна шестая упаковки у меня израсходовалось, если не меньше. Поэтому я думаю, что мне его с таким успехом хватит на где-то год, я надеюсь. То есть потрясающее масло, у него очень-очень классный запах, очень приятный, ненавязчивый, не дико какой-то вот люксово-парфюмированный есть такие запахи. Нет, это что-то такое очень легкое, ненавязчиво, цветочно-ореховое. Что касается маски из этой серии, то маска, она в достаточно маленьком объеме, 150 миллилитров. Я вообще думала, что ну господи, зачем я беру вот это вот, как бы вот этот пробус. Ну светленькая такая, и она как кремообразная, она похожа на какое-то вот детское пюре, вот что-то в этом роде, пюре со сливками. По запаху она тоже пахнет цветами и цитрусовым чем-то. То есть какой-то такой явный цитрусовый оттенок есть. Что касается состава, ну я не скажу, что он дико натуральный, но здесь не содержится парабенов. Они заявляют о том, что здесь нет парабенов. Здесь нет силиконов, я сколько их не читала, так и не знаю. Что касается в принципе в общем состава, то он не очень близок к идеалу. Ну тут есть и минеральные масла, и какие-то еще не очень хорошие вещи. Но в то же время здесь есть и масло макадамии, и масло маринги. Как раз таки апельсином она цитрусовым пахнет из-за того, что здесь есть апельсиновое масло. Что сказать по эффекту? Ну на моих волосах она почему-то не работает в полную силу, потому что девчонки писали, что прям она восстанавливает. Восстанавливает, это лучшая маска для волос. Мои волосы она делает, во-первых, мне не нравится самое главное, что она их не утяжеляет. И при этом она как будто их делает еще легче, чем у меня, например, будут волосы после бальзама для волос. Того же самого ЕСТУ с морковью. Он чуть более утяжеляет, чуть более их делает гладкими, чем эта маска. Я не знаю почему. При этом волосы очень хорошо расчесываются, волосы очень гладкие, очень мягкие, прям гипермягкие. Я даже не люблю, наверное, вот этот эффект на моих волосах, когда мои волосы слишком мягкие, потому что мне кажется, господи, ну за что мне это? Они становятся такие летящие, как-то вот... Мне нравится, когда они более жесткие, больше держат свою форму. Здесь они прям вообще как волосы младенца какого-то. Поэтому, я не знаю, на моих волосах я не скажу, что это лучшая маска, что она потрясающе работает. Да, волосы красивые, волосы гладкие. Я чувствую, что они действительно вот как-то и кончики мягкие-мягкие, по всей длине они такие хорошенькие. Блеск у волос есть, но я бы не назвала это экстра сильным каким-то восстановлением. У меня, в принципе, многие бальзамы будут примерно то же самое делать. Да, я ее пользуюсь, как вы заметите, она тоже очень экономичная. Я не знаю, как ее можно за 6 применений убить, эти 150 несчастных миллилитров, потому что я 2 месяца пользуюсь, и у меня где-то только треть упаковки ушла от этой маски. Последний продукт на сегодня это стайлинг от Matrix из серии Total Results Amplify Wonder Boost. Это средство для прикорневого объема, здесь у нас большой достаточно объем, сейчас скажу, 250 миллилитров, то есть такая бадья. Я использую очень просто, тут вот есть такой носик. Кстати говоря, спасибо отдельное вот за такую заклепку, как защелку, колпачок, не знаю, как назвать поприличнее, который именно в закрытом состоянии держит от того, чтобы нажать случайно, если вы куда-то везете эту бутылку, и во-вторых, он закрывает именно непосредственно носик, и туда ничего не попадает. Я использую очень просто, просто беру прядки, и как бы между прядками, пробором наношу несколько нажатий этого средства. У него хороший распылитель достаточно, потому что он пшикает не в какую-то определенную точку, он достаточно как бы большой радиус охватывает. Что хочу сказать. Какого-то мега крутого объема на моих волосах не получилось. У меня у подруги, у нее немного другие по структуре волосы, более вьющиеся, более сухие. У нее получается просто грива льва на длинных волосах. У меня это средство не давало ни на длинных, ни на коротких волосах какого-то крутого объема. Да, я замечаю, что оно волосы поднимает и не дает пушистости. То есть, получается, что оно придает, конечно, эффект, что у меня больше волос. То есть, естественно, укладка держится лучше с этим средством. Скажем так, если у вас такие же гладкие волосы, от которых никак не добиться никакого объема, то оно даст вам эффект, оно даст вам эффект больше, чем очень-очень многие средства. Просто потому, что на моих волосах 90% продуктов для объема не дает никакого эффекта. Это средство дает мне хотя бы реальный эффект, что волосы гуще. Оно помогает мне укладывать их. То есть, они лежат так, как мне надо в укладке. Также два дня спокойно это все держится. То есть, на следующий день я спокойно расчесываю волосы. Мне не надо заново делать укладку, мне не надо как-то вытягивать волосы, потому что оно держит, в принципе, вот это место, направление волос, так, как я его сделала изначально. Объем получается очень-очень дневной, очень ежедневный. Делает просто более густые волосы. Итак, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. В комментариях под видео напишите, что вы заказывали интересного с сайта Shampoo Money, что вы рекомендуете мне. Также, если вы пробовали Matrix или Tangle Teaser, напишите тоже, поделитесь с нами своим мнением об этих продуктах. И все, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео.